Торговые конфликты перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации отдельных государств. США вступили в период постоянной протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Рядом Тайвань стал активно перевооружаться. Обострились противоречия в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Чтобы защитить себя, Китай вынужден активизировать военное строительство. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном странами с ядерным оружием. Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии и иных стран, позволяющими себе независимую свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов. Приднестровье, Кавказский клубок противоречий, Армяно-Азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину. И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять с ним все более предметный интерес. Да и Китай серьезно рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику.